Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас четверг, 28 сентября. Давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах. Видим, что перспективы у европейской валюты совсем не радужные. В принципе и британский фунт продолжим обновлять месячные минимумы. Все это указывает на дальнейшие проблемы в рисковых активах, о которых я говорил уже достаточно много в последних обзорах. Повторять их, думаю, нет смысла. Все прекрасно понимают, что разница в силе экономик еврозоны, Великобритании и США является главным фактором падения рисковых активов, особенно на фоне дальнейшего повышения процентных ставок со стороны регуляторов. Вышедшие вчера данные по тому же опережающему индексу потребительского климата в Германии с до октября этого года оказались хуже прогнозов экономистов, что собственно и усилило давление на евро. Вышли у нас плохие данные и по объему кредитования частного сектора. Там рост кредитования оказался в августе хуже ожиданий экономистов. Ну и сильные отчеты по изменению заказов товара долгосрочного пользования в США в августе этот показатель вырос. Вырос достаточно неплохо после сокращения в июле, хотя экономисты ожидали сокращения в августе, что собственно и привело к дальнейшей распродаже евро, британского фунта по отношению к американскому доллару. Там подключились и представители Федеральной резервной системы, которые продолжили говорить о необходимости повышения процентных ставок. Да, есть еще до сих пор те, кто говорят и верят в то, что ФРС нужно повысить еще хотя бы на четверть пункта процентной ставки в этом году. Все собственно вылилось в такое крупное падение евро и чуть менее крупное падение британского фунта по отношению к американскому доллару. Но прежде чем разобраться с технической картиной, давайте посмотрим в экономический календарь и поговорим о том, что ждет нас сегодня. Сегодня достаточно много статистики. В первую половину дня привлечет внимание у нас экономический бюллетенец Европейского социального банка. Выдет у нас индикатор потребительской уверенности по евро за сентябрь. Там также ожидается снижение показателя. Ну и акцент скорее всего будет смещен уже на инфляцию в Германии. Прогнозируется в сентябре рост на 0,3% по сравнению с августом и замедление годовое до 4-6%. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен 0,4 и 4,7 соответственно. Ну и если инфляция в Германии реально замедлится, то может быть евро получит какую-то передышку. Но не думаю, что сильно как-то это повлияет на планы Европейского центрального банка. В лучшем случае экономика Германии немножко вздохнет лучше. Но и собственно замедление инфляции все ожидали. Так что каких-то существенных изменений в расстановке сил на рынке вряд ли произойдет. А вот данные по изменению объема ВВП, данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице, выступление гражданина Паула, это председатель Федеральной резервной системы. На минуточку. Все это может привести к более интересному всплеску волатильности рынка. Ожидается, что ВВП за второй квартал будет пересмотрен в сторону повышения до 2,2%. Ну и собственно если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то не исключено дальнейшее укрепление американского доллара. Но я думаю гражданин Паул должен нам пролить свет дальше на позицию Федеральной резервной системы. Напомню, что с прошлой недели она остается довольно жесткой, несмотря на то, что в комитете заявили, что ставки близки к своим максимумам. Но еще раз повторюсь, что есть те, кто считает необходимым их дальнейшее повышение для борьбы с инфляцией. Особенно после того, как энергоносители возобновили рост и пока он продолжается, что будет сказываться, конечно же, на общем индексе потребительских цен. Теперь, что касается у нас непосредственно технической картины. Часовый график евро-доллара, да, провалилась у нас пара к 0,490, пробили мы уровень 0,5. И сейчас советую посмотреть за активностью продавцов на 0,516. Движение сюда, формирование ложного пробоя, хорошая точка входа в короткие позиции. И двигаемся мы уже на 0,479 с перспективой 0,439, где также покупки посмотрю только при формировании ложного пробоя против медвежьего рынка. На отскок лезть, ну, разве что только от 0,395 в расчете на коррекцию с движением там в 25-30 пунктов. Покупки от 0,479. В случае рывка евро вниз в первой половине дня с сохранением дивергенции на индикаторе МАГДИ. Аналогичная ситуация, напомню, у нас была 25-26 сентября, где мы, видите, обновили минимум. Дивергенция на индикаторе МАГДИ у нас получилась. И ложный пробой дал хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию. Там движение порядка 30 пунктов состав. Аналогичная история может повториться и сегодня, после обновления минимума вчерашнего дня. Поэтому на 0,479 сделаем определенный акцент. Отсутствие покупателей, конечно, еще раз повторюсь, обвалит евро к 0,439 и даже 0,395. Если быки забирают 0,516 в первой половине дня, закрепляются выше этого диапазона, то коррекции быть и коррекции, я думаю, будет в район 0,545. Здесь продажа на ложном пробое средних скользящих, либо продажа на сколько от 0,576 с движением в 25-30 пунктов. Что касается британского фунта, видим, такой вот пиловразный рынок у нас сохраняется. Продолжаем обновлять минимумы вообще без какой-либо коррекции, без какой-либо надежды на рост британского фунта. Поэтому лезть в длинные позиции нужно очень осторожно, если вообще есть такая необходимость. Продажа на ложном пробое 21,59. Покупки на ложном пробое 21,12. Наверняка покупатели попытаются защитить минимум месяца. Если никого не будет на 21,12, закрепление ниже этого диапазона приведет к более крупной распродаже 20,72 и даже 20,28, где посмотрю покупки на отскок с коррекцией в 25-30 пунктов. Ложный пробой на 21,12, ложный пробой на 20,72. Все это от точки входа в длинные позиции. Ну а если быки забирают 21,59, закрепляются во второй половине дня на этом уровне, выходят у нас разочаровывающие данные по американской экономике, то можно ожидать рывок на 22,03, где посмотрю продажи на отскок с движением в 25-30 пунктов. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok